Фёдор Матвеевич Сафонов родился в 1923 году. Во время войны его отправили в авиационное училище. После окончания обучения его зачислили в запасной авиационный полк, который располагался в Куйбышеве. Здесь он получил новый самолёт-штурмовик Ил-2, на котором отправился на фронт. Фёдор Матвеевич воевал в составе 74-го гвардейского сталинградского краснознамённого ордена Суворова полка. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, уничтожил немецкую группировку Восточно-Прусской армии под Кёнигсбергом и штурмовал последнюю гитлеровскую крепость в Балтийском море. При жизни он получил звание Героя Советского Союза и множество государственных наград и знаков отличия. В Самарской школе номер 12 в его честь открыли музей. Фёдор Матвеевич часто приходил сюда и проводил уроки мужества с учениками. Так как он проживал в Ленинском районе, он был частым гостем. Он очень хороший, добрый человек, всегда приходил в школу и очень спокойно, доходчиво рассказывал о тяжёлых днях войны. Фёдор Матвеевич был одним из участников легендарного парада 24 июня в 45-м году на Красной площади в Москве. Воспитанники 12-й школы сохранили воспоминания о подвигах Фёдора Сафонова и вместе с сотрудниками музея сняли фильм, посвящённый герою Великой Отечественной войны, в котором Сафонов сам рассказывает о том, как встретил победу. Мы, конечно, выскакиваемся на улицу с пистолетами, стрелять начали вверх, палить. Кто пошёл на аэродром самолёт целовать, кто, с чего. По поручению президента России Владимира Путина парад победы в этом году в стране пройдёт 24 июня. По площади Куйбышева готовятся промаршировать военные из трёх регионов. В форме пехотинцев пройдут военнослужащие из Оренбургской области. Экипировку лётчиков примерят военнослужащие из Самарской области. А форму моряков на параде представят военнослужащие из Удмуртии. Каждый расчёт будет состоять из 31 военнослужащего. Все они будут нести в руках легендарные винтовки Мосина и пистолеты-пулемёты Шпагина. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.